Дмитрий Овчаренко На что сделан акцент? От суммы до тюрьмы. Телефонные аферисты теперь убеждают белорусов устраивать диверсии. В ходе разговора они обманным путем убеждают людей перевести им крупную сумму денег, а затем предлагают, к примеру, поджечь служебный автомобиль. Как распознать лжеца? Все на лед. В Бобруск-арене проходит массовое катание. В прокате есть большой размерный ряд, поэтому никто не останется без коньков. Сколько стоит сеанс? А также полная мощность, горячая линия и временный сбой. В Беларуси могут не работать карточки международных платежных систем. Когда? Город с рабочим визитом посетил губернатор. В фокусе внимания Фандок, Бобруск-Агромаш и Белшина. Анатолий Саченко интересует выполнение показателей бизнес-плана, выпуск новинок, экспортный потенциал и вопросы импортозамещения. С подробностями Елизавета Липеева. Губернатор Могилёвской области с рабочим визитом посещает Фандок. Ключевые темы – объёмы производства, рынки сбыта и расширение ассортимента. Анатолий Саченко знакомится с мебельным цехом и фанерным заводом, а также с продукцией магазина. Обсудили такие актуальные задачи, которые стоят перед предприятием. То есть задача, в принципе, одна – выйти на хорошие объёмы работы, скажем, до санкционного. Здесь выпускают продукцию на миллион двести тысяч в месяц. На предприятии ставку делают не только на массового потребителя, но и предлагают эксклюзивные варианты. Активно работают и над производством новинок – акцент на мебель. Мы изготавливали реставрацию мебели дворцово-паркового комплекса жилища в полном объёме. То есть были зеркала, были комоды, тумбы. Малые архитектурные формы начали делать детские. То есть детская площадка с 7-8 элементов. Дверными блоками начали заниматься, то есть обустройство квартир на нашем рынке. Мебель делаем на Германию, в Россию, в Казахстан, в Узбекистан начали делать. То есть наши торговые партнёры уже появились в этих странах. Следующий пункт визита – Бобруйска-Громаш. На повестке дня – выполнение показателей бизнес-плана, вопроса импортозамещения и экспорт на июль. Особое внимание уделяют развитию производственной программы предприятия за счёт освоения новых современных видов техники для агропромышленного комплекса. А также поставкам сельхозмашин, аграриям области. Новая продукция, разработанная нашим предприятием, и даже представленная в этом году на выставке «Белагра», она довольно-таки широко пользуется спросом. И номенклатуру представляет различных, как от разбрасывателей жидких органических удобрений, так и пресс-подборщики, косилки, прицепная техника. Ассортимент продукции более ста наименований предприятия держит марку почти полвека. Изделия Бобруйска-Громаша известны далеко за пределами Синеокой. На заводе делают ставку на техперевооружение, внедрение энергии и ресурсосберегающих технологий, повышение качества и конкурентоспособности. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск-360. Во все тяжкие. В стране появился новый вид мошенничества. Телефонным аферистам из Украины. Мало обобрать доверчивых белорусов до нитки, оставить без квартиры и в кредитах. Теперь они еще запугивают и заставляют совершать диверсии. Обещают возврат похищенного или убеждают жертв, что нужно принять участие в некой спецоперации, которую проводят правоохранительные структуры. Примечательно, что все обвиняемые ведут себя иррационально. Совершают преступление прилюдно, днем, перед камерами видеонаблюдения. Схема действий мошенников во всех случаях примерно одинаковая. Они связываются с людьми по телефону, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов. В ходе разговора они обманным путем убеждают людей перевести им крупную сумму денег, а затем предлагают, к примеру, поджечь служебный автомобиль или военкомат в обмен на возврат похищенного. В случае отказа мошенники начинали угрожать потерпевшим, унижать и издеваться над ними. В числе жертв оказались 50-летняя жительница Гродно, которая подожгла служебный автомобиль сотрудников милиции, и 42-летний мужчина из Вилейки. Он подпалил машину якобы директора банка, а в соседней разбил стекло багажника. Сейчас они оба обвиняются в совершении тяжких преступлений. Следственный комитет призывает быть бдительными и не поддаваться на провокации. Исправная техника – залог высокого урожая. В Могилевской области началась уборочная кампания. Ежедневно правоохранители выезжают в районы для мониторинга агропромышленных комплексов. Создана специальная рабочая группа. Сотрудники следят за состоянием сельхозмашин. Также под контролем, сохраняя зерна, целевое использование топлива, средств, которые выделяются на закупку, ремонт комбайнов и прицепов. Имеются недостатки. Выдаем предписания на их устранение. Ну а где уже видим грубые нарушения правил дорожного движения, соответственно принимаем меры административного характера к должностным лицам, осуществляющих выпуск на линию данной техники. Участковыми инспекторами и милициями УВД Бобрусского райисполкома на постоянной основе проводится мониторинг мест хранения объектов товарно-материальных ценностей. В ходе мониторинга обследуется техническая укрепленность, а также физическое состояние работников агропромышленного комплекса. Некоторые хозяйства уже прошли проверку. Среди них совхоз Киселевичи, Невский Агра, Михалевская Нива и СПК «Гигант». Работа продолжится. Короткий номер, второй энергоблок и знойная погода. Синоптики прогнозируют порывистый ветер, грозы и жару. Какими будут выходные? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Второй энергоблок выведен на полную мощность для динамических испытаний. Специалисты проведут широкий спектр измерений, включая разгрузку и оценку характеристик оборудования перед началом его комплексного опробования на номинальной мощности. Первый энергоблок с момента включения в ноябре 2020-го выработал уже 15,5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. КГК открыл горячую линию по вопросам деятельности операторов почтовой связи. Звонки по короткому номеру 191 принимаются по 14 июля. Специалистам можно сообщать о недостатках, в том числе на селе. Например, о неудобном режиме работы, его несоблюдении, отсутствии возможности снятия наличных и высоких тарифах. Кроме того, информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала ведомства Комитет госконтроля Беларуси. Сертификаты ЦТ начнут выдавать с 14 июля. Забирать их нужно в том же пункте, где абитуриент проходил экзамен. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, аттестат или диплом, а также пропуск с отметкой «Тестирование прошел». Результат, к слову, могут забрать родители выпускникам. В таком случае понадобится еще паспорт, а также свидетельство о рождении. В ночь на 15 июля карточки международных платежных систем могут не работать. В частности, Мастеркард, Виза и Чайна Юнион Пэй. В это время будут проводиться плановые технологические работы. В связи с этим возможны перерывы в банкоматах и инфокиосках, в пунктах выдачи наличных и приема платежей. Порывистый ветер и грозы обещают синоптики в пятницу. Ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Температура воздуха ночью максимум плюс 17. Днем столбик термометра поднимется до 26. В субботу и воскресенье станет еще жарче. Интересы детей в приоритете. В стране вступили в силу изменения в порядке использования семейного капитала. Теперь проверяют сведения о несовершеннолетних. Если дети в социально опасном положении или взрослые лишены родительских прав, возможен отказ в использовании средств. К тому же нововведения касаются и жилья. Такую недвижимость обследует специальная межведомственная комиссия. Изучает помещение только с согласия собственника. К процессу привлекают представители МЧС и энергонадзора. Если найдут нарушения, власти вправе дать отрицательный ответ. При этом стоит отметить, выплаты для многодетных по-прежнему остались в том же размере. Семье назначается пособие по уходу за ребенком. И его размер также значительный. Сегодня он превышает уровень минимальной заработной платы. На первого ребенка мы назначаем 605 рублей. Если в семье воспитывается еще один ребенок в возрасте до 18 лет, то размер пособия уже 870 рублей. И он выплачивается на протяжении трех лет. Программа «Семейный капитал» работает уже более 8 лет. За это время депозитные счета открыли почти 128 тысяч многодетных. Государство выделило свыше 3 миллиардов рублей. Одобрено около 70 тысяч решений о досрочном распоряжении средствами. Основная доля на улучшение жилищных условий. Июльские забавы. В Бобруск-арене проходит массовое катание. Ближайшие сеансы пятница, суббота и воскресенье. Стоимость 4,50. Продолжительность 45 минут. Отсутствие специальной обуви – не преграда. Можно воспользоваться услугами проката. Цена от 4 до 6 рублей. С собой понадобится паспорт. Здесь же работает заточка коньков. В прокате есть большой размерный ряд, поэтому никто не останется без коньков. Мы приглашаем всех бобручан и гостей нашего города для посещения такого приятного занятия, как катание на льду. Детей до 14 пускают на лед только в сопровождении взрослых. Узнать точное расписание и ознакомиться с пресс-курантом можно на официальном сайте клуба или в билетной кассе с 10 до 22. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»